Для партнёра, что такое измена на самом деле и параллельное отношение? Это возможность чувствовать себя счастливым, возможность чувствовать себя мужчиной, если мы говорим про мужчину, возможность чувствовать себя сексуальным, значимым и хорошим. И если этих пунктов он не получает в браке, то, естественно, возникнут параллельные отношения. Ну, человек должен быть мазохистом, когда у него есть семья, где жена его пилит и говорит, в чём он нехороший, в чём он неправильный, в чём ему надо измениться, что он то не сделал, молока не купил, вообще полный негодяй. Он себя тут чувствует каким-то просто, ну, ничтожеством. И вдруг появляется фея рядом, которая говорит, ты невероятный, ты потрясающий, ты хороший. Ну, он что, дурак, что ли? Конечно, он пойдёт, его тело поведёт к тому, рядом с которым он себя чувствует хорошей. То же самое и женщина. Если тут её постоянно учат, а рядом принц, который говорит, какая она замечательная, она рано или поздно в любом случае заинтересуется этим человеком. А как насчёт того, что если вы в паре, если люди в паре, если они любят друг друга, то здесь друг друга поддерживают, делают друг друга сильными и рассказывают друг другу не про отрицательную сторону, а про хорошую сторону. И кто-то мне скажет, Таня, ну вот ладно я, хорошо, я изменюсь, а как же муж? Пока ты делишься, а как же муж? А я ему вот это, а он мне ничего. Ты находишься в борьбе, и у тебя нет хорошего, счастливого будущего в этих отношениях. Вот нужно просто давать в отношениях, не прося ничего взамен. И самый интересный, когда ты начнёшь давать, ты начнёшь получать. Так работает история. М-м-м.